Я всех приветствую на своем канале Техноманьяк и в этом ролике я хочу вам рассказать о том, почему я считаю веб-разработку лучшим стартом для новичков. Конкретно расскажу про язык JavaScript, о его преимуществах, которые он дает всем новичкам, которые только планируют свой путь в IT. И начать я хотел бы с того, что начиная с самого начала, с момента, как я только сформировал свой канал, канал, которому я рассказываю свой путь от нуля до джуниор позиции программиста, мне начали задавать такой вопрос, почему я выбрал именно веб-разработку в качестве старта, почему это не бэкэнд-разработка, не питон, не что-то еще, почему именно это направление. И в этом ролике я наконец-то отвечу на этот вопрос. Так что заваривайте все чего-нибудь вкусненького, я уже заварил себе чаю и мы начинаем. Но перед тем, как мы перейдем к конкретно плюсам самого JavaScript и конкретно направлению веб-разработки, я бы хотел немножко рассказать о себе, потому что у нас очень много новых людей появляется на канале, которые задаются вопросом, кто я такой, кем работаю и вообще, как я пришел к тому, что я решил обучаться на программиста. И давайте я вам расскажу. Недавно на канале у меня вышел ролик, где я рассказываю про свой неудачный опыт 1С-разработки. Обязательно посмотри его, он будет в подсказке и в описании, где удобно, там и тыкай. И именно этот мой первый опыт считается отправной точкой в моем пути именно как программиста, хоть он был и неудачный. Потом у меня случился перерыв, я после того, как бросил курсы, думал, что все-таки из меня разработчик никудышный, и я никогда и не смогу стать. Но потом случилась школа 21, друзья меня затащили на бассейн, благо он бесплатный, где я 4 недели провел. И за эти 4 недели я осознал, что мне очень нравится то комьюнити, которое образовано в IT-сфере. И вообще я себя вижу будущим IT-специалистом, и мне очень интересно, и я хотел бы развиваться в этой области. И после прохождения бассейна передо мной встал выбор. Какое же направление мне выбрать, на какое направление мне учиться, чтобы в будущем искать уже работу. И хорошо, что в интернете есть куча бесплатных курсов, об этих ресурсах я неоднократно рассказывал на своем канале. И я начал пробовать, попробовал несколько направлений. Это была бэкэнд разработка, это был питон, конкретно дата сайдис, и веб разработка. И вот на веб разработке я конкретно и остановился, и принял решение, что это мое. И я решил уже приобрести курсы Яндекс Практикума, обучаться на них, и искать работу именно по этому направлению. В данный момент я работаю системным администратором. Это еще далеко не конечная точка, к которой я хочу прийти, но промежуточная. Потому что по образованию я вообще энергетик, и в мир IT я пришел полный ноль. То есть я не знал ничего, но очень хотел узнать. И в процессе вот этого пути, в процессе того, как я обучался уже на Яндекс Практикум, я смог найти свою первую работу в IT, это системный администратор. Сделал это для того, чтобы уже в будущем, когда я буду устраиваться на работу как веб разработчик, будущий работодатель смотрел на мое портфолио и понимал, что я все-таки не перехожу так резким скачком совсем из другой сферы. Потому что первая причина, почему очень много отказов на HeadHunter, при поисках работы у людей, которые переучиваются, приходят из других сфер, это именно то, что у них нет никакого бэкграунда в IT в принципе. И чтобы у меня была эта строчка, я пошел с системным администратором. У меня об этом тоже есть отдельный ролик на канале, ссылочку на него я оставлю в описании, так что тоже с ним можешь ознакомиться. И уже два последних месяца я работаю с темным администратором, и в настоящий момент я завершил курсы Яндекс Практикума уже на 80%. То есть уже у меня осталось там совсем немного, буквально 3 или 4 спринта, я точно не помню, дипломная работа и наконец-то заветная корочка, когда я уже смогу искать работу по своему направлению, которое я выбрал. Так что, ребята, всем, кто думает прийти в программирование с полным нулем, можете подписаться на мой канал, где я показываю на собственном примере, что это возможно и вообще идея моего канала заключается в том, чтобы показать всем, что прийти войти может каждый и не обязательно иметь какой-то вообще бэкграунд, потому что вокруг этого всего уходит очень много слухов, вокруг появляется много курсов, кто-то их очень сильно хает, кто-то их наоборот благотворит. И я хочу вам показать истину, как она есть. Все на своем примере, все буду выкладывать на свой канал, так что, если тебе интересна данная движуха, то обязательно подпишись, мне будет очень приятно. Также поставь лайк под данным видео, это очень сильно бустанет мой канал. Но на этом вступлением покончено, и давайте перейдем к теме непосредственно сегодняшнего ролика, и я расскажу, почему вовп разработка это топ для начинающего программиста. И первое, с чего бы я хотел начать, это наглядность. Когда я начал проходить всякие разные бесплатные курсы, это был питон, это была backend разработка, да, как я сказал, в школе 21 я проходил язык C. Проблема была главная в том, что так как я пришел с нулевым бэкграундом, мне было немножко тяжело воспринимать все вот эти вот структуры именно программирования. Очень тяжело их воспринимать, в том числе было в backend, когда я проходил курс, потому что ты вот что-то делаешь, и ты не видишь конечного результата, что ты делаешь. То есть это нельзя увидеть в прямом смысле этого слова. То есть это что-то все происходит в облаках, где-то ты смотришь на структуру кода, должен это понимать, но конкретного результата ты не видишь. И это вообще большой плюс в веб-разработке, что все, что ты делаешь, оно где-то отображается. То есть мы пишем сайт, верстаем сайт, даем им какую-то функциональность, и это все можно посмотреть и отследить. Любое изменение, которое ты пишешь, ты просто потом сворачиваешь в S-код, заходишь на страничку через лайф-сервер и смотришь, что ты сделал. За счет этого, за счет именно этой наглядности, именно новичкам будет намного проще приходить в это направление и переучиваться. Потому что всегда проще что-то делать, когда ты прям видишь конечный результат. И прямо сейчас на Яндекс.Практикуме у меня начался такой модуль под названием «Бэкэнд.Часть для веб-разработчика», где мы по верхам проходим именно ту часть, которая связана с серверами и с бэкэндом. И я в очередной раз убедился в том, что вот именно эта часть мне дается наиболее тяжело, опять же, только потому, что я не вижу конечного результата. Вот ты создал сервер, запрограммировал запросы, что приходит, что уходит с сервака, но ты это не можешь увидеть. Ты отслеживаешь через консоль, через логи, но конечного продукта по факту нет. Оно где-то вот в облаках. И вот это, я считаю, вообще самый главный плюс и то, что дает простоту для всех начинающих программистов, которые вот приходят с нулевым бэкграундом. И это вам даст веб-разработка. Наглядность. Также в продолжении первого плюса могу назвать то, что всегда есть конечный результат, который можно потрогать руками. Любой человек тебя спросит, чем ты занимался сегодня? Ты можешь показать ему страничку сайта, которую ты сделал. Или можешь показать какую-то функциональность, которую ты сделал. То есть это вот именно продолжение наглядности, что всегда есть конечный продукт, конечный результат, который ты можешь сложить в портфолио, загрузить на GitHub. И у тебя это будет все храниться, будет все наглядно и максимально просто презентовать, что тоже является плюсом потому что когда ты будешь искать новую работу намного проще презентовать то что ты делал когда это вот может просто взять и показать вот я сделал сайт смотрите он умеет а то 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 и я умею делать такую-то какую-то функциональность и все на пальцах вот это намного сильно проще чем то что мы видим допустим с питоном ребята которые там анализируют кучу данных или что мы делаем видим как люди работают с покином для меня конкретно это более сложный какой-то материал который я буду все равно продолжать изучать просто я хочу в будущем стать full stack разработчиком но эта история не для новичка не для того человека который пришел с нулевым бэкграундом поэтому наглядности простота это вообще главный плюс в разработке еще одним большим плюсом который идет в купе с тем как вы начинаете изучать веб-разработку конкретно javascript является его гибкость с определенными фреймворками javascript можно использовать первое и для серверов мы можем программировать полностью backend часть и в принципе веб-разработчики это люди которые могут начинать конкретно с веб-разработки потом обучаться фреймворку который позволит делать backend часть и они становятся уже full stack разработчиками которые могут полностью создавать сайт организовывать его функциональность и запускать на сервере то есть это своего рода уже достаточно редкое явление когда полностью язык настолько самодостаточный также с определенными фреймворками на я сейчас говорю про react на этих мы можем делать мобильные приложения поэтому что является плюсом так это вот его мобильность начав начав изучать веб-разработку конкретно javascript вы можете в какой-то момент понять что блин нет я хочу заниматься мобильными приложениями но этот опыт не пройдет зря мы просто берем фреймворк react native и пили на нем приложение его изучаем и уже ищем работу если нам конкретно нравится данное направление и или если мы захотели в процессе обучения что нет все таки я вижу всем backend разработчикам то мы берем not js включаем его и становится бог вы становимся backend разработчиками на джаваскрипте именно гибкость языка является его тоже главным плюсом еще одним плюсом который бы я хотел выделить javascript сам по себе является достаточно несложным языком в изучении я изучал язык все это было в школе 21 я изучал самостоятельно еще питон и вот конкретно давайте сравним с ними я могу сказать что джаваскрипт находится посередине язык си это вот прям сложно это не для новичка это очень сложно когда пришел в школу 21 по первости мне было очень плохо и неприятно от него питон он очень многие вещи упрощают порой очень сильно упрощает и джаваскрипт это золотая середина между этими двумя языками он достаточно просто обучение по нему очень много русскоязычного материала то есть вы на старте очень легко сможете найти какие-то источники о которых я не один раз рассказывал и на своем канале и сможете его изучить в процессе того как будете его изучать вам потребуется больше материалов и это уже конечно же англоязычная всякая литература ролики на ютубе и так далее но вот этот конкретно старт он достаточно простой джаваскрипт не вызывает каких-то проблем на старте обучения и это тоже является очень большим его плюсом на этом мой ролик подошел концу я рассказал о себе о своем опыте в программировании я рассказала о тех плюсах которые я считаю главными выборе направления на старте своего обучения и мне очень будет интересно послушать вас какой язык программирования учите вы почему считаете его наиболее перспективным и лучшим и делитесь об этом в комментариях также заходите мой телеграм-канал там мы активно обсуждаем всякие разные технологии программирования и все все что с этим связано так что много интересного ждет вас там ну а на этом у меня все всем спасибо за внимание всем пока